Мой Междуреченск. Твое приложение. Проверили магазин одежды. Что обсудили депутаты на очередной сессии? Какие проекты победили в грантовом конкурсе «Город друзей. Город идей»? Обо всем по порядку. Страшная авария в Корчите. Столкнулись два легковых автомобиля. Один оказался в кювете. Водителю другой машины потребовалась помощь спасателей. Кадры аварии на 203-м километре дороги Междуреченск-Новокузнецк-Лениц-Кузнецкий. Район Корчит. Водитель автомобиля «Хёнде Тускани», следуя в сторону Мусков, пошел на обгон. Выехал навстречу. В итоге – лобовое столкновение с «Хёнде Солярис». В аварии пострадали три человека. На месте происшествия работали госавтоинспекторы, пожарные и спасатели. В результате аварии пострадало три человека. Один достаточно серьезно и был зажатый в автомобиле с покореженным. Спасателям, выехавшим на место чрезвычайной ситуации, пришлось деблокировать пострадавшего при помощи вырезания крыши и частей автомобиля. Пострадавший был передан скорой помощи. Дальнейшее состояние отслеживаются. В торговом центре «Четыре сезона» прошли пожарные учения. Осенью 2017-го здесь уже был пожар. На момент возгорания в здании находились люди. Все они успели покинуть помещение. К тушению привлекли 45 человек и 6 единиц техники. Чтобы справиться с огнем, потребовалось 3 часа. В результате сгорели 300 квадратных метров. Как это было? Именно пожарный нагрузчик. П clicкай. выводить людей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спустя год после пожара огнеборцы проверили знания сотрудников торгового центра на крытом рынке. Как поведут себя люди в чрезвычайной ситуации? В Междуреченске продолжаются пожарные учения. По легенде, возгорание возникло в складском помещении. На место приехали три отделения пожарной части. До прибытия огнеборцев сотрудники и покупатели эвакуировались. Двое из-за сильного дыма не смогли покинуть помещение. Перед пожарными стояла задача как можно быстрее найти оставшихся людей. Пламя распространилось на кровлю. Огнеборцы применили автолестницу. Здравствуйте, девушка. У нас пожар. Судроительный 48. Строение 3. Магазин 4 сезона. Здравствуйте. Что горит, где горит, рассказывайте. Вот там в конце склада горит. Помещение склада по людям. Всех вывели? Вроде все. Вроде всех. Кто-то может там остаться? По электроэнергике. Омега-31. Давай линию вытягиваем. Газодорщитник орган включения готова до линии 200 сезонов. Смотрите внимательно. Иск Caroni. На приеме звено 1. На приеме звено 1. Газодорщитник. Газодорщитник. Омега-31. Газодорщитник. Омега-31. На приеме звено 1. Сегодня были проведены пожарно-тактические учения в магазине, который находится на территории Крытого рынка. У данного магазина имеется большая торговая площадь, и в прошлом году там уже был случай возгорания. Поэтому был выбран именно этот объект. На учениях были отработаны действия по поиску и спасению людей, поиску очага пожара. Также в процессе учения была дана вводная, что огонь ушел на кровлю здания, и было отработано тушение кровли. Действия администрации объекта и пожарной охраны считаю удовлетворительными. В Междуреченске прошла профилактическая операция «Нелегал-2018». Специалисты отдела миграции и оперуполномоченные полиции выявили факт фиктивной регистрации. Причем человека прописали в аварийном доме. Установлено, что Междуреченка, 63-го года рождения, имея в собственности частный дом в поселке Альжирас, фиктивно зарегистрировала в нем своего знакомого. Подозреваемая пояснила, что за регистрацию она взяла 5000 рублей. Дом непригоден для жилья и находится в аварийном состоянии. И прописывать в нем знакомого Междуреченка не имела права. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса «Фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания в жилом помещении». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет. Состоялась очередная сессия Городского совета народных депутатов. Парламентарии обсудили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Какие изменения ждут Междуреченцев в дайджесте? Размер платы населения за жилое помещение, порядок определения цены земельных участков и другие вопросы рассмотрел Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 5-го созыва на очередном заседании. Обнесение изменений в областной бюджет предлагается увеличить безвозмездное поступление от областного бюджета на 160 миллионов 223,5 тысяч рублей. Парламентарии обсудили и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тариф оплаты за коммунальные ресурсы используем на целях содержания общего имущества, так как данная оплата не является постоянной, может быть нет в течение года, с изменением нормативов или цены коммунальные ресурсы. Подробные разъяснения изменений смотрите в следующих выпусках. В мысках на железнодорожных путях погиб ребенок. 11-летний мальчик забрался на мост и взялся за провод высоковольтной контактной линии. Его ударило током. Ребенок упал на рельсы, а затем в реку Мросу, пишет московский комсомолец. Об инциденте взрослым рассказал друг школьника. Трагедия произошла на его глазах. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поиски тела погибшего продолжаются. Безопасности на железнодорожных переездах особое внимание. Это не место для игр детей. Пренебрегать правилами не должны взрослые. Так, в 2018-м в Кузбассе на путях произошло две аварии. Оба случая допущены по вине водителей, а транспортных средств. Они грубо нарушили правила дорожного движения. И в результате двух ДТП пострадал один человек. Переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами на станции, где нет мостов, тоннелей. Надо переходить пути по настилам, а также в места, где установлены указатели. Переход через пути. Специалисты заповедника Кузнецкий Алатао провели учет медведей. Работу начали еще весной. Животные в апреле месяце встают, выходят на южные склоны окатов и пасутся. В это время сотрудники заповедника подсчитывают количество животных на маршрутах. Таежные хозяева в поиске еды. Косолапых удалось заснять с квадрокоптера. Данные учета передали в отдел науки заповедника. Сейчас специалисты их обрабатывают. Скоро сообщат точное количество бурых медведей, живущих на территории Кузнецкого Алатао. Это новые кадры с фотоловушек. Всего сотрудники заповедника собрали несколько тысяч снимков. В основном оборудование устанавливают на солонцах. Сюда приходят по лакомице копытные – лоси, моралы, косули и северные олени. Но порой на солонцах можно увидеть и хищников. Звери ищут добычу. Также фотоловушка запечатлела краснокнижную птицу, тундреную куропатку, тетерева ворона и других пернатых. На поле – междуреченские активистки. Девушки города решили поддержать российскую сборную по футболу. В их честь прошел уникальный матч среди женских команд. В игре сборные разных предприятий Междуреченска. Четыре матча по 10 минут у каждой команды. Победители и проигравших нет. Спортсменки проверили, что такое настоящий футбол. Второй год в Междуреченске реализуется конкурс грантов от Евраза «Город друзей. Город идей». В 2018-м горожане представили 72 проекта. Комиссия выбрала 12 победителей, чьи идеи получили поддержку. У кого появилась реальная возможность сделать свой город лучше – в следующем сюжете. Яблоневая аллея добра в лагере «Чайка». Оборудование для этнокультурного центра, экологический квест, пандусы и оборудование для маломобильных горожан, городских медучреждений и многое другое сделано благодаря грантам от Евраза. Конкурс «Евраз. Город друзей. Город идей» реализуется в Междуреченске уже второй год. Мы работаем в этом городе, значит, мы и живем в этом городе. И наши работники, их семьи каждый день, каждый выходной здесь находятся. Конечно, важно, чтобы атмосфера была хорошей. Атмосфера, она формируется вот такими маленькими делами. Поэтому для сохранения позитивной атмосферы, чтобы жизнь всех наших сотрудников, и даже, и моя в том числе, была чуть более позитивной и хорошей, вот мне кажется, очень важно проводить такие конкурсы. Число проектов по сравнению с прошлым годом выросло. В 2017-м их было 58, а уже в этом – 72. Это, конечно же, инициатива людей. Эта инициатива идет снизу. И горожане понимают, что Междуреченск – это не только их квартира, их подъезд. Это весь город принадлежит им. Поэтому город будет развиваться, город будет жить. В итоге комиссия выбрала 12 победителей. Они получат поддержку на общую сумму 3 миллиона рублей. Экспертами стали представители администрации города, Евраза и Распадской угольной компании. Отдавал предпочтение тем проектам, которые будут направлены именно на улучшение качества жизни людей, то есть на их досуг, на восприятие мира в ином цвете, то есть больше красок, больше эмоций, удобно, комфортно. В детском доме «Единство» задумались, чем занять детей и выпускников летом. Здесь организовали швейное кафе. Пока проект реализуется в пилотном варианте. Благодаря выигранному гранту приобретут швейное оборудование и материалы. Запустят мастерскую в полном объеме. Очень приятно, конечно, что такие есть социальные конкурсы, социальные гранты. Это замечательная поддержка для вообще всего города, в том числе и для образовательных организаций. Я думаю, что Евраз был заинтересован в том, что город настал лучше, и дети наши не оставались без внимания. Еще один проект – «Кинолета». В гимназии номер 6 планируют организовать кинотеатр под открытым небом. Мы подумали, что жителям нашего города будет, наверное, интересно вспомнить те мировые ретроспективы художественные, которые сегодня есть. И наша задача заключается не только в том, чтобы показать тот или иной кинофильм, а еще обсудить. Кинотеатр под открытым небом ждет гостей уже этим летом. Проект «Евраз. Город идей. Город друзей» будет продолжаться. Дарья Гречаникова, Михаил Чканов. Новости. Мой. Междуреченск. Увидели что-то необычное или шокирующее? Смело снимайте на свой мобильный телефон. Видео присылайте нам. Станьте народным корреспондентом телеканала «Июнь». Спрятаться от зноя междуреченцам нелегко. От таких деревьев тени нет. Своим мнением делится телезрительница. Хочу показать старания наших людей, которые стригли деревья. Их результат, вернее. Проспект Лысый. Деревья, как из фильма ужасов. Междуреченка предлагает не повторять агрессивной стрижки. Возможно, найти другое решение. Рубрика «Народные новости» помогла решить проблему жителей дома по улице Пушкина, 27. Их крыльцо отремонтировали. Жителям этого подъезда повезло меньше. Такой неприглядной картиной поделилась Марина. Украли «Аиста». Нет, не настоящего. Но с высоты. Вандалам пришлось залезть на подъездный козырек. Все происходящее сняли бдительные горожане. Зачем в два часа ночи молодежи понадобилась скульптура? И где уважение к чужому труду? Горожане в недоумении. Бронза чемпионата Европы у междуреченской спортсменки. Екатерина Дынник успешно выступила на соревнованиях в Болгарии. Уверенно дошла до полусинала. Междуреченка Екатерина Дынник завоевала бронзу в весовой категории до 64 килограммов на чемпионате Европы по боксу среди женщин от 19 до 40 лет в Болгарии. Это первое выступление спортсменки во взрослой категории. Тренируют Екатерину Николай Федорченко и Ибрагим Оседов. В полуфинальном поединке Екатерина уступила турчанке Семи Калишкан. Это достойный результат, отметил старший тренер по боксу Дюсш Единоборств Сергей Никитин. Парад бабочек совсем близко. 30 июня в городском парке состоится яркий праздник. Предлагаю вспомнить, как это было в 2017-м. Приветы от бабочек на вашем экране. Я человек-паук. Я передаю привет всему Междуреченскому. Я передаю привет своей маме и всем, кто есть в этом городе. Привет, бабочки! Вот бабочки летят, рассказать тебе хотят, Что вчера еще в траве были гусеницы две. Ну и с гусениц ленивых превратились в красивых петок, Маленьких принцесс на лугу полного чудес. Привет, привет, Бария, Майя, Деда, Папе, Анютин. Таким сегодня был наш Междуреченск. Я Дарья Гречанникова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok